еще раз добрый вечер подключила еще два формах хочу telegram он instagram попробовать может быть подключиться может быть и и и и и Нет, не подключается. Ну ладно. И подключается. Инстаграм, как всегда. Ну ладно. Сегодня тема нашего эфира. Как восстановить женское здоровье без лекарств, БАДов, гормонов. Многие сейчас скажут, что это невозможно. И есть, конечно, такие скептики, которые реально думают, что это невозможно. Но так как я давно работаю, Юль, напиши, как меня слышно. А то я что-то сомневаюсь со звуком. Все ли хорошо, все отлично, да. Так вот, многие, конечно, не многие даже, а большинство людей сомневаются, что вообще возможно самостоятельно работать со своим здоровьем. То есть как работать? Станавливать свое здоровье. И главная причина – это столько информации от нашей дублесной медицины, которая перекрывает именно истинный поток информации для людей. То есть коммерческая информация перекрывает лучшую информацию для людей, я бы сказала. Потому что на самом деле теми технологиями, которыми я помогаю людям, своим клиентам, своим ученикам передаю, эти технологии, они половина, скажем так, издаловской традиции, которым более 5000 лет, вообще понимаете, да, и они безопасны, абсолютно безопасны и проверены временем и многими, ну, огромным количеством людей. Это главный плюс. И инновационные технологии. Инновационные технологии – это те технологии, которые называются кулантами и технологиями. И, конечно, вот этот тандем – это самый лучший тандем, который позволяет восстановить здоровье и быть вообще в здоровье столько, сколько необходимо человеку. И вот вы посмотрите, совершенно свежий отзыв Светланы. Более того, Светлана – врач. И она не постеснялась выложить свой истинный отзыв. Почему? А потому что справедливо. Потому что она действительно понимает, что коллеги ей не помогли. И она со мной на самом деле давно. Ну, конечно, совсем небольшой пациент людей имеет, скажем так, имеет возможность себе разрешить разрешение, дать себе разрешение, дать отзыв, честный отзыв для других людей. В основном люди чего-то боятся. Я не понимаю, чего они боятся. Но это… Я так думаю, что их перекрывает, их сознание перекрывает то, что им не поверят, потому что все ходят в больнички или клиники, все ходят в аптечки, сливают туда деньги и ходят по кругу. И так у всех. А если какой-то процент делает не так, то я не буду белой вороны. Даже я, если делаю не так. Вот так примерно думают и мои клиенты, в том числе, которые стесняются, либо по каким-то другим причинам не дают отзывы, не оставляют отзывов. Потому что на самом деле отзывы есть у всех, кто работает по моим технологиям. Правда, Юля? Подтверди, дорогая. Это так, потому что по-другому быть не может. Но если помогает, не помогает, а видит результат только те, кто делает это систематически. То есть идет по моему алгоритму и постоянно отслеживает результаты. Это непременный атрибут этих технологий. Здесь я вам сейчас несколько пунктов прям проговорю. Почему не все видят результаты и почему не все верят в то, что возможно самому исцелиться от всех болезней, тем более от женских. Ну, девочки, кто еще вообще на самом деле может исцелить твое личное женское здоровье? Да никто. Вообще никто. Я 100% уверена, даже на 200, потому что, ну, я же рассказывала вам, и вы многие знаете мою историю, что я 35 лет была. У меня и мастопатия, и миома была операбельная. Это, господи, аллергия всех сортов на выбор. То есть я вообще не есть, не дышать не могла, когда цветение было. Я даже посмотреть уже на что-то не могла, у меня аллергия высыпала. Я была старой больной женщиной, от которой отказались врачи. То есть они разводили руками. И я тогда поняла, что, ну, тут что-то не так, ой, такого быть не может. Ну, если они не видят путь к исцелению, мне что, ложиться в гроб, и вперед в белых тапочках на тот свет? Нет, конечно, мне маленький ребенок. Ну, чего ради, да? Я включила серое вещество, блин, на полную катушку. Оно меня не сразу послушало, девочки. Конечно, не сразу. Конечно, не сразу я избавилась от всего того, что я переговорила. Я лет 10 исцеляла себя, потому что у меня не было ничего. Я начала с нуля, а интернета не было. Мне было непросто. Но у меня была твердая уверенность, что я хочу жить. Я хочу жить и не выживать в этом мире. Я хочу стать опять молодой, красивой, стройной женщиной, здоровой, полноценной. Вы знаете, вот это вот хочу, это было не такое хочу, как говорят, хочушки. Вот эти хочушки, которые хочу-хочу, а когда дело доходит, они расливаются. Это не про то. Хочу – это когда намерение, четкое намерение, когда тебе петух кульнул в пятую точку, и тебе вообще некуда деваться. Ты понимаешь, что тебе нужно сучить лапками. И ты начинаешь барахтаться. Это, знаете, сравнить можно с тем моментом, когда неожиданно столкнули воду, а ты не умеешь плавать. И лужа-то небольшая, там на 5 сантиметров больше твоего роста. А ты можешь утонуть в этой луже. И начинаешь сучить лапками. И сучить так активно, что понимаешь, что тебя каким-то образом это выталкивает на берег. Кстати, я так научилась плавать. Всё я делаю сама, девочки. С самого детства. Я поанализировала свою жизнь, я всё делаю сама. И вот смотрите. Первое – это вера в себя. Вот как раз про веру в себя я сейчас чуточку расскажу. А вообще на самом деле матрица социума сделала всё, чтобы эту веру стереть под сознанием людей. Да. Всё сделала для того, чтобы люди не верили в себя. Ну почему? Конечно же, это потому, что стадом проще управлять. Те, у кого шоры, им легко управлять. Они нацелены, ну прям только вот идти вот туда, куда указывают. И всё, лево-вправо. Дай, что? Как? Что подумают? И так далее. Что ты придумываешь, Оргомера? Такого вообще быть не может. Знаете, всё, что есть у одного человека, есть у всех. Из чего ради вот я, Оргомера, в 61 год могу это, и дошла с этими результатами, и живу, а не выживаю. А все остальные не могут. Вы знаете, хочется сматериться. Правда. Потому что у нас одинаковые биологические тела. У нас мозг только работает по-другому. Всё. А остальное, всё то же самое. Я ещё, когда не работала с мозгом, я поняла, что физиология, она у всех одинакова. И тут у меня был вопрос большой. А почему же вот так вот? Почему же вот, ну, не у всех одинаково? И тут я, когда задалась этим вопросом, мне стала информация про целительство приходить. И я поняла, что мозг работает по-другому у людей. Те, кто не управляет мозгом, у них и нет веры в себя. У них чёткая уверенность, что кто-то сделает. И следом идёт пункт. Очень большой, огромный пункт, который называется ответственность. Знаете, женщины, которые приходят ко мне на занятия, в наш круг, где мы встречаемся, на мои консультации, все хотят ответственных мужчин. Когда я спрашиваю, зачем? Я говорю, Толя, ну как это? Чтобы ответственность за семью, за меня. Я говорю, а нахрена мужику вообще ответственность за вас? Вы чё, инвалиды все или чё? Забота. Вот дурацкое слово ещё, забота у женщин. И ты инвалид? Или немощная женщина? Ступор. В голове ступор. Понимаете, женщины не понимают, что ответственность за своё здоровье, за свою жизнь, вообще сто процентов на ней. И за своё личное женское здоровье тоже, за её органы, за грудь, за грудные железы, за маточку, за влагалище, за яичники. Но это всё её. Ну как мужик придёт и будет исправлять гаечным ключом вот эту историю? Ну подкрутите винтики, блядь, в голове. Ну по-другому уже не сказать. Потому что крайне я пришла на консультацию, и я у меня через слово... Да, или матрица. И это тоже не входило в мой образ. Ольга Мира и так может. Ольга Мира ещё не так может. Может ещё в лоб треснуть, когда не доходит коннектор. Понимаете? Чтобы выбить человека из матрицы, необходимо сделать неадекватное действие. Чтобы у него мозг встрепенулся, и разрыв привычного шаблона произошёл, и начал формироваться новый шаблон. Нужно неадекватное действие. И я это применяю. Я это давно уже, как только начала курс свой лучшей версии проводить, я где-то на третьем потоке, два потока я нянчилась с женщинами, на третий поток я поняла, они ездят, они садятся и понапают. И на третий поток я уже начала внедрять кнут. И тут я поняла, ко мне пришлось озарение, что ёлы-палы, вот он, этот кнутик, которым можно шарахнуть так, что у неё мозг встрепенётся, наконец, серое вещество подрожит, подрожит, и что-то начнёт происходить другое. Понимаете? У женщин ставят лучший результат. И с каждым разом лучше-лучше. Вот. Это не говорит о том, что я в жизни постоянно матерюсь, или какая-то грубиянка. Нет. Я просто знаю две тактики. Кнут и морковка. Морковка – это впереди, которая маячит, и человек бежит. А кнут – это позади, который ему по пяткам, прутиком, тык-тык, а если по пяткам не помогает, жик-жик по попе. Вот так, таким образом. И тогда, знаете, быстренько-быстренько. Мне ещё папа говорил. Пять детей было. Шесть детей. Пять девок, он шестой. И вот обучение детей было. Если первого раза не усвоил ребёнок, то вход шёл. Тонкий пруд. Если, значит, жик один раз, и, говорит, даже не больно, а как будто как мгновенный ожог происходит. И всё. Тело может вспухнуть, если так хорошо. Но это быстро проходит. Но на второй раз, говорит, уже не напрашиваешься. За столом слова, если скажешь, традиции были, что отец сядет, начнёт, там, скажет что-то, поблагодарит, возьмёт ложку, начинает накладывать себе или мать ему накладывает. И только потом дети. Если дети кто-то вперёд, ложка в лоб. Вы знаете, на самом деле, из всей семьи все вышли людьми. Не было наркоманов и прочей дребедения. Вот. И поэтому я совмещаю и кнут, и пряник. И женщинам объясняют, когда они понимают, когда настолько у неё мозги опутаны паутиной в социальной матрице 3D, она не понимает. Я понимаю, что её нужно сжигнуть чем-то, чтобы у неё было сотрясение мозга. Лёгкое, ментальное. Вот. И я вам скажу, что ответственность, ну, это такая программа, она вообще важная. Если женщина не берёт ответственность, ей ничего, и никто, вернее, никогда никакой специалист не поможет. Она в любом специалисте будет искать он такой, она такая, они такие, все такие. Она, она никакая. Понимаете? Есть у меня такие, такой нет. Так вот, программа ответственность, это программа, без которой вообще нельзя тронуться с места. Никуда. Ни в здоровье, ни в отношения, ни в предназначение, ни в карьерный рост, ни в финансовый рост, вообще никуда. Сидеть только в топком болотце и трясинка, чтобы тебя покрывало. Жить продовым программам. Всё. Больше ничего. Потому что, если ответственности нет, ничего нет. И есть только шаблон родовой системы. Но это не ответственность, это просто человек ходит по кругу, он смотрит глазами родителей на жизнь. Всё. И вот смотрите, третьим пунктом является умение просить и видеть, что тебе дали. Помните, святых писаний. По просьбе и будет тебе дано. Да? И понимаете, вы только попросите мысленно, а вам уже это дали. Вам главное рассмотреть проводника, того человека, через которого пришла помощь. У Бога нет других рук. Он может только послать вам через небесную команду человека, который на вашу помощь, вам даст помощь, вам предоставит помощь. И понимаете, человек, если не видит, он такой будет, говорит, я прошу, прошу Бога, а он не видит. Тоже уже анекдоты на этот счёт слагаются бесполезно. Дальше идёт пункт доверия и принятия. Здесь, когда тебе дали и ты увидела, здесь уже тотальная вера. Вот тотальной веры вообще нет у людей, а потому что нет веры в себя. Начинают люди сомневаться. А понимаете, что такое сомнение? Сомнение это ведь сомнение в Бога, Творца, который дал вам по просьбе. И мозг вообще в ступоре. Мозг передаточное звено. Он в ступоре. Ты вообще что тупишь? Что ты вообще тупишь? Он так думает, потому что он вообще не понимает, что делать. Потому что она попросила, она увидела, и она сомневает. Она начинает метаться. Вместо того, чтобы выйти на действие и дать определенную команду мозгу, она начинает метаться и сомневаться. И мозг вообще не понимает, как создать этот шаблон, который приведет к новым результатам. Вот, девочки, я вам сейчас вот прям в игровом процессе рассказала самое элементарное, примитивное то, как необходимо прийти к своим собственным результатам, взять на себя ответственность за свое здоровье женское и увидеть. Увидеть, через кого он придет, увидеть, с тотальной верой принять этого человека. Потому что, если вам дан этот человек, то 100% у него лучшие результаты свои личные и лучшие результаты на просторе интернета и у клиентов. Вам Господь Бог посылает только лучшие. если человек этому не верит, он вообще не понимает, он вообще говорит, дадим шору и впереди еще табличку повешь, я вкипаю, меняю. И будем так жить с тобой, и все. И вот у человека помечется, помечется, но про женщину говорят, она опускает руки, и все. И она остановила. Вот, вы понимаете, вот эта история у 90% женщин, есть 10% женщин, которые спляют за соломинку, видят, хватают, делают. И вот Света разместила, она не первый отзыв размещает, она молодец. У меня есть клиентка, которая проходит у меня курс, и сразу результат видит, и сразу размещает. Она в отношении, прошла курс по отношению, и сразу написала, через месяц у нее отношения завязались, она сразу написала свой результат, отзыв. Знаете, человек, который сразу, он не носит долг за плечами, и он у нее не образуется. Вот еще в чем дело. И такие люди, конечно, они лучше результаты имеют, во-первых, а во-вторых, у них все получается. И получается все самым наилучшим образом, потому что я давно заметила, что по просьбе нашей приходит самые невероятно лучшие, как сказать, варианты, о которых мы вообще даже не предполагали. Да, я когда это поняла, еще на фейсбуке начинала работать, и я через него, через фейсбук, я загадаю что-то, попрошу и сразу ищу, и открываю буквально на следующий день фейсбук, и мне приходит информация, представляет, и я их беру и действую. То есть вот так вот я наработала свой путь каких-то алгоритмов еще, и мне это помогало. Конечно, я развивала тоже тотальную веру в себе. Я и загружала, ну так как я работала, у меня несколько обучений по целительству, а в каждом обучении у нас загружали тотальную веру в себя, естественно, если я тотально в себя не верю, в себя не доверяю, то я не смогу работать с людьми. И не сразу она прогружалась, девочки, потому что я тоже социальная матрица свистой, где все. И, конечно, мне тоже было вообще непросто. Да, но я шла вперед, шла, 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 как танк вперед, шла и все. И в конечном итоге я обрела то самое здоровье, к которому я стремилась. Создала программы, запустила их и начала видеть, как это работает не только у меня, но и у моих клиентов. Некоторые спрашивают, Оля, всех помогают? Вы знаете, нет. Не у всех. Некоторые тупят, не могут работать с мозгом. Они через мозг перепрыгивают, начинают что-то там суетиться, а потом забрасывают. Вот у таких людей не получается. И они опять переходят на родовую матрицу. Опять начинают искать те примеры, как у них в роду и по этому пути идут. То есть их еще есть такой вариант, как типа проверки, ты действительно настроен идти туда. Я всегда подтверждаю проверки, какие бы проверки не проходили, я всегда иду вперед. У меня только вперед движение. Ну, это и видно, понимаете? Это и видно. У человека сразу идут результаты. да, бывают какие-то и меня выбивают из колеи что-то. Когда я, например, пообщаюсь с такими людьми, когда ко мне приходят такие люди. Я, конечно, не люблю с такими людьми общаться, потому что мне приходится свое поле брать. А мое поле наработанное и ценное. И я понимаю ценность своего поля. И даже поговорить со мной, в моем поле человек уже переопыляется и выходит выше на уровень. Но за это человек должен заплатить результатом хотя бы. Понимаете? А если этого даже нет, вы представляете, какие чувства у эксперта возникают, да? Ну, конечно, самое малое это чувство сожаления. Бывает, хочется отматерить этого человека, и кидать в свой болот, и сиди там еще несколько воплощений. Прямо реально. Потому что я давно уже не жалею людей, и в эту игру не играю. Но те, кто заинтересован и идут, у них все получается. Девочки, абсолютно все. У них такие результаты получаются. У них вот с желчным поработали, курс был желчный пузырь, там печень желчный, если я забыла, как он называется, что-то с анемией связано как-то. Мир, анемия, что ли? Курсов много. И сразу через какое-то время пишет Мария, что исцеление прошло, у нее камень из желчного просто исчез. И дважды узи смотрели, он исчез, и врачи искали, его смотрели, а врачи ищут. Им же нужно обязательно свою диагноз подтвердить, а как же, понимаете, ищет, ищет, не могут найти, и Света уже с юмором смотрит, малолог ищет, 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 и может найти, но у него надежда не пропадает. Вы знаете, уже есть современные врачи, которые по-другому начали думать. Я еще в тринете работала тогда, ко мне стали приходить женщины не по рекламе, а я всегда спрашиваю, откуда вы приходите, особенно вживую. И они мне стали говорить, как от какого-то уролога стали приходить возрастные женщины. Вот, и, то есть уролог узнал на сайте самопознания про меня, начал за мной следить и отправлять женщин ко мне, потому что он реально понимал, человек реально понимает, что операция вообще не решит проблемы, она усугубит. Любая операция не решит проблему, она усугубит проблему. Почему? Да потому что у нас в нашем теле все нужно, у нас нет лишних запчастей, у нас нет частей, которые лишние, более того, у нас нет еще в запасе этих частей. И поэтому каждый орган необходимо научиться самовосстанавливать, самоисцелять. И это самая лучшая идея. И то, что я предлагаю женщинам исцеления на женском курсе, который набираю сейчас, это же шикарный курс, там же входит все, в том числе и исцеление женской сферы. Девочки, к этому придут все. Я же уже говорила о прошлом эфире, что молодость это такое понятие, которое эфемерное. А на фу, и нету. И уже локти кусают, а где моя молодая? Да нету ее. Если не сохранила, она там, в той точке, где ты сидишь. Больше ей некуда деться, а можно быть и молодой, энергичной, в 60 лет какой-то мира. Да? Ну, скоро 62 нормально. Мне вообще до возраста дела нет. Почему? Ну, потому что я ответственна за свое здоровье, за свою энергетику, за свой внешний вид, за свой дом, дела на себя. Дом, мое тело, это самое ценное. Это не те квартиры, которые я меняю. Я уже в четвертой, пятой квартире. Я не это имею в виду. Это временное пристанище. Я говорю про дом, который дан мне по праву рождения и по дому встречают, понимаете? Вот как человек видит, не надо отправлять в диагностический центр. Его сразу видно. Его видно сразу, что у него болит, какие у него проблемы. По внешнему виду, по настрою человека все равно видно, что у него не так. Пример приведу. Вот недавно ко мне пришли новенькие на женские практики. Главное, одна пара пришла продвинутой девчонки, прям сразу на курс пришла, все сразу разглядела. И вторая пара пришла, одна уже у меня была и привела с собой подружку. И вот сидим мы после занятий, рассуждаем, а я очень внимательный человек, так как я веду консультации и через разговор с клиентом мне идет цепочка причин следственных связей. И она у меня наработана автоматически. Когда я вхожу в контакт с человеком, я автоматически вхожу в информационный поток. И у меня это идет цепочка уже неосознанно. то есть я уже ничего не делаю, я слушаю человека и мне идет информация. И вот когда мы еще были в зале, у нее фраза была там, что муж начал выпендриваться, что не так, муж начал выпендривать. И эта фраза у меня почему-то засела. Я поняла, что почему-то это самое главное, потому что для меня мне как это красной строкой как обозначили, обрати на это внимание. и я забыла уже про эту фразу, пока мы не начали общаться дальше. И как человек пришел в кафе, как он позиционировал себя. Понимаете, все это причинно-следственная связь без того, что она мне сказала, она у меня вся выстроилась перед глазами. Понимаете, мне не нужно было с ней даже работать. Я поняла все про нее. Почему у нее там, там, там не получается. Вот как это работает, потому что человек не знает, что на самом деле мир это зеркало, и внутреннее состояние это главное. Если там внутренне разобраться, то внешнее состояние тебе будет долбить в лоб. Через кого? Через партнера. Если партнер выпендривается, ну, ответьте с первого раза, кто выпендривается в жизни? Напишите, кто тогда выпендривается? Что транслирует партнер? Напишите, пожалуйста. Тут я прям как для детей все рассказываю. Конечно, женщина. Конечно, женщина выпендривается, и до нее не доходит, что мужчина транслирует ей то же самое. она его видит, что он выпендривается, а себя нет. Она королева. Она вот в одну роль вошла, а другие просто не знают. Просто не знают. И все. И у нее начинаются проблемы. Потому что, если женщина не умеет перетекать по ролям, она не умеет выстраивать отношения сначала с собой, потому что ей некомфортно. Ей становится некомфортно с этим человеком. потому что что бы она не сказала, она встревает. Опять же ее слова, да? И понимаете, вот это все одно за другим наглядно продемонстрировало все. Мне даже на консультации звать не надо. Я все про нее знаю. И я, конечно, я знаю, как ей показать выход. Но правда в том, что эта женщина не готова принять. Потому что ей еще нужно идти до этого. То есть у нее настолько осознанность на первом родовом уровне, что чтобы ее приподнять, нужно не одно мероприятие мое пройти. Не одну консультацию мое пройти. Бывает, что человек придет на одну консультацию и я понимаю, что там пара консультаций и все нормально по этой теме. Бывает, человек придет на одну консультацию и там поле не пахнет. А он с... Она пришла с целью, например, ну, например, у нее мастопатия и она хочет за одну консультацию, то есть годами она наращивает эту затею в эту игру. Играла, а за одну консультацию она хочет ее убрать. А я спрашиваю, опять реальный факт. Ну, а что говорят врачи? Ну, там то-то, 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 печально. Я говорю, а вы думаете, что я бог? Да? Если вы хотите вот таким образом, молчи. У меня ответственность за результат кто? Я говорю, а гарантии не даю. Как это? Я говорю, врачи же не дают. И вот у нее сразу, она сразу в недоверие пошла. И я понимаю, что с этим человеком я работать не буду. Понимаете, вот и так бывает. Все упирается в веру. Все упирается в веру в себя. Я на каждом эфире, почти на каждом эфире вам предлагаю эту мысль. Вы поймите, мои дорогие, что все, что вы видите, это ваше создание. Но тут нет никого, кто бы создал это. Все мы создаем сами. Если человек не верит в себя, он не верит в ту силу, в ту разумность, высшую разумность, хоть как вы назовите. Бог, Творец, Создатель, высшая разумность, Вселенная. Не верит и в эту сторону, понимаете, как вера, она едина. Я и Бог едины. То есть мы едины с Богом Творцом. Он в нас, а мы в Нем. Если человек не верит в себя, он не верит в Бога. Ну и представляете, как он тогда увидит руку помощи одного? Да никак. И работает тут, конечно, мой начало с мозгом. В любой ситуации, с любой проблемой сначала нужно подключать работу с мозгом. Убирать психологические проблемы, те, которые в бессознательном застряли. И только потом выходить на физику. Никак не наоборот. Как делают современные специалисты современной медицины? Сверху. Ну да, они симптомы. Слезали, то есть закрыли, их запечатали. Надолго. Да нет, конечно, ненадолго. Ненадолго. Потому что чири, если он внутри, то есть он внутри, если тут его загладить, зашить, и что там сделать еще, он все равно прорвется. Он в другом месте прорвется. И так совсем. Причину. Причину необходимо убирать. Сначала причину, а потом все остальное. И так в каждом. Вот смотрите, внимание, сейчас я хочу вам сказать, все проблемы и женские в том числе наше тело транслирует через боль, кисты, миомы, новообразование. осознайте, что это не наши враги. Для некоторых может сейчас вообще в голове что-то произойти. Это не враги. Это может сказать наши друзья, которые нам показывают, каждое новообразование, каждая неполадка в теле, показывают. ты, блин, зайди, подкрути винтики в голове. Понимаете, что делают с кистами? Знаешь, понимаете, как? Ну, туда же не лезут, подсознание-то не лезут, не убирают эту программу. Проще гонять человеку так, убирать, убирать. Но до конца это не уберется. Никогда. Все новообразования имеют, все кисты, миомы, мастопатии, все идет в голову. И убирать нам нужно, мои дорогие, сначала оттуда, потому что все остальное это временное явление. это настолько временное, что это как бомба замедленного действия. Оно держится и все. Я это знаю по себе. Я это не на пустом слове говорю, я все это прошла. Почему я легко, с легкостью берусь за любую проблему женскую? Потому что все эти женские проблемы я прожила сама, восстановила, нашла способ восстановления. Самый самый безопасный. Сама прожила, сама восстановила, сама создала алгоритм. И по этому алгоритму обучаю, как выйти из этого. Матька, не каждый врач погружается в проблему пациента, потому что его обучили и он специалист, теоретик, можно сказать. Не у каждого гинеколога, возьмем гинеколога, и есть такие проблемы, как кисты, миомы, мастопоте. Не у каждого, согласитесь. И они лечат только так, как их научили. Все, но они не прожили. Конечно, они хотят результатов, лучших результатов в принтере. Что говорить? Конечно, они хотят, но их не научили убирать первопричины. А с первой причиной необходимо сначала работать. И эта первопричина очень важна, когда женщина хочет избавиться от женских заболеваний. Это с грудью связано и с женскими органами. Туда же относятся и те женщины, которые не получают оргазм. Что такое оргазм? Девочки, ну вы поймите, что оргазм это животворящее энергия. Что в оргазме можно на пике оргазма загадывать невероятные желания и они мгновенно исполняют. Представляете? Да, это так. Но ведь у нас 80% женщин не получают оргазм. Они симулируют его. У них голова болит, у них голова болит, у них там какие-то дела находятся. А потом она торгает вообще секс. Потом жалуются на мужчину. А мужчина жалуется на них. И вот такая связь идет не очень интересная. Инсайты в голове ловите. Так вот что-то еще хотела сказать. все эти корневые программы нужно перекодировать. Обязательно убирать. И вот смотрите, когда я начала работать с собой, со своей мастопатией, с миомой, право яичник у меня там тоже история нехорошая была. Так вот, я заметила, что ну, матку мне вообще сразу сказали, у вас есть дочка, вам уже много лет, как бы, вам ее нужно удалить. Я сказала, мозг себе удалите, милый специалист. И все. Ушла от двери хлопнула. И больше я туда не хожу. вот, что это ужасно, когда женщины предлагают такие вещи. Это действительно важно. И я понимаю, на самом деле, они не знают, как решить эту проблему, им проще удалить орган. Но тому человеку, у кого удаляется орган, ему становится не проще, вообще не проще. потому что новообразование это такая субстанция, которая может в другом органе зародиться, если здесь не убрать. И у моей мамы было и мастопатии, и после моего рождения, там буквально 30 лет она родила, в 35, и уже все удалили. Понимаете? То есть по генетике у меня вообще было плохо? Все плохо. Когда говорят, Оля, у тебя хорошая генетика, если бы вы знали, какая у меня генетика, у меня аллергенные родители, и папа, и мама были. У мамы были органы удалены женские все, мастопатия была до конца жизни, она все там с ней пила, что-то там грудь после удаления женских органов она за грудью стала клюбить. То есть это ее научило, это ей дало понять, что проблема не решена на самом деле, потому что тухость влагалища, опущение органов, понимаете, там еще куча проблем, геморрой, и все, 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 потому что это все начинает стекать, там же пустота образуется, понимаете, и здесь нужно по-другому вообще, там надо целые комплексы делать, чтобы все это сохранить на своем месте, чтобы, представляете, и желудок, и все, все, все опускает, потому что пустота. таким людям нельзя иметь лишний вес, потому что еще быстрее начнут впускаться эти органы, там ужас какие проблемы, потом у папы, у меня у папы был рак кожи, рак прямой кишки, понимаете, а умер он от инсульта, вот как вам, инсайт, ловите инсайт, всех пугают новообразование, но не все умирают от них, и я вам по своим родителям скажу, и моя мама умерла от инсульта, именно поэтому я занимаюсь мозгом, понимаете, грамотно женщина, когда подкручивает винтики в голове и понимает, как изменить то, что было у родителей, нужно подумать по-другому и делать по-другому, вообще по-другому, не так, отказаться от лояльности к роду, сказать, идите вы со своими программами туда, откуда пришли, мои любимые дорогие родственники, это ваше не мое, я отказываюсь так думать и делать, но надо замещать другим, а чем другим? Нужно заниматься своим телом, заниматься своим мозгом, то есть необходимо выйти на новую ступень развития, и тогда все пойдет по-другому, и тогда придут те люди, которые дадут алгоритмы, вклюят, положат и просто бери, иди и делай, только бери и делай, все, что и требуется, ведь сколько у меня клиентов, у которых отличные результаты, даже лучше есть результаты, нежели я могла подумать, когда бралась за восстановление, и потом думаю, надо же я уже сколько раз говорю, вот человек так думает, а Господь Бог, он еще разы, десятки раз лучший вариант предлагает, предлагает, и потом, когда вижу результат, я, когда вижу результат свой клиент, я думаю, я поднимаю глаза, я думаю, ну, конечно, мы просто люди, и необходимо это просто понять, что мы просто люди, и высшая разумность от нас никогда не отказывает, Бог творит, нас всегда ведет за ручку, и никогда нас не оставляют без помощи, вообще никогда, у нас целая команда небесных помощников, целая команда, с которой мы приходим, у нас нет одиночества, которое боятся люди, одиноким быть, одиноким, что такое одиночество, его нет, что такое болезнь, их нет, есть психологические программы в бессознательном, которые провоцируют, и орган показывает, что здесь нужно, сюда нужно посмотреть, на какой, с какой стороны тела, вот сюда нужно посмотреть, зачем сюда посмотреть, значит, надо просканировать родителей, и у кого это было, по этой линии, и отказаться от лояльности к этому, а потом исцелять этот орган. Ну, инсайт, не просто так, взять и лекарство выпить, ну, это, конечно, смешно, когда люди доходят с гормонами, я уже давно говорила, что я вообще против гормона. Когда-то я ходила, когда все были открыты, в библиотеке мира, в онлайн, и я огромное количество матрицы женского здоровья, когда создавала весь, всю эту концепцию, я ходила по этим закрытым архивам и смотрела, и я видела, я видела высказывания светил о гормонах, и они никто не знают, как вообще люди, что с ними будет, потому что никто не знает, как эта система работает, да, она может выстрелить так, а может по-другому, и по-другому выстреливать, не все люди принимают то-то, не подобрать гормон женщине, это вообще нереально, знаете, почему? Потому что гормонов не столько, сколько вам говорят гинекологи, эндокринологи, их больше 70, на минуточку, больше 70, и об этом знали древние даосы, и они умели управлять этими гормонами, соединять их в целом и исцелять. А почему современная медицина по-разному? Щитовидка, она отдельно, и вилочка, она отдельно, поджелудочная отдельно, что там еще, надпочечники и яичники, вот, вся гормональная система. Нет, милые мои, это не гормональная система, это часть тех 70, а даже, может, даже больше гормонов. Люди не обращают внимания на кишечник. Некоторые ходят в туалет по-большому раз в неделю, блин, вообще, и даже не представляют, что иммунитет именно в кишечнике. Весь иммунитет зарождается в кишечниках, вилочках, железа, контролируют. Там еще гормоны, которые на почечке, там все задействованы, а они не могут наладить процесс вывода того, что они жрут. До абсурда, понимаете, люди настолько не хотят понимать, как работает их пищеварительная система, что создают запоры. А это первое, женщинам нужно избавиться. а у тех, у кого нет органов, вообще нужно следить за этим, как за часами, по часам необходимо ходить, потому что не дай бог, там вообще сорвется стовковой крючок и потянет за собой ого-го, какие проблемы. Им тоже это никто не говорит. Им говорят, что проще, да, вот там то-то, то-то проще удалить, ну да, удаляйте. А дальше что? А дальше как человек в этом же. Никто об этом не говорит вообще. И поэтому я создаю эти программы, создала уже давно, ничего не меняя в этих программах, потому что они отлажены. Эти программы основа как раз сдаосизма. Я подключила только ту информацию, которая идет по квантовой психологии, здесь работа с мозгом. То, что идет сейчас лавиной. И это, это самая настоящая палка-выручалка, не палочка, а палющее выручалище для женщин. И когда женщина начинает подкручивать здесь все и начинает работать с этим, она понимает, что да, качество жизни изменилось. Вдруг секс захотел, вдруг стал получить оргазм. Блин, это так здорово. Как-то даже прям голова прояснилась. Как-то все стало получаться так легко. Муж как-то по-другому смотрит. Мужчина как-то на меня внимание обращает и хочется выйти из домика. То есть женщина начинает жить. Не прятаться, а жить. Не прятаться за жизнью мужей, родителей, детей. Жить своей жизнью. Нормально? Здоровой жизнью, здоровой женщине. Ей весело становится, ей весело на своей жизни. Но к этому нам нужно тоже прийти. Необходимо с доверием. Если есть проблемы, с доверием идти к тому специалисту, кто решил свои проблемы и кто решает проблемы других людей. Вот я как раз и отзыв прям сразу в точечку и свежий отзыв светом подкатил. Я только запрос сделаю. Видите, как это все приходит? Я запрос сделаю. так, что-то по этой теме давно обзыв нет. Потому что я эту тему года два уже не вела, не проводила этот курс. Естественно, и тут раз сразу светом выдает. Вот как это приходит. По запросу. И все так приходит по запросу девочки. Не только это. Вот, мои дорогие, прятаться можно за любую проблему. А выход это когда выходишь. Выходишь из этих пряталок. Выходишь, транслируешь, понимаешь, что есть эта проблема и ее необходимо решить. Как? Покажите мне как, не зря у меня часто работают с расширяющими вопросами. Вы думаете, там расширяющие вопросы, это так, детский лепет? Нет. Это как раз первая ступень развития мозга. И кто каждый день идет с расширяющими вопросами, то он уже привыкает. Он уже начинает работать по-другому. Он начинает создавать новые связи. Он мыслит по-другому. Он видит по-другому. Но само это тоже не произойдет. Никогда. Вот. И что я вам хотела сказать. Я решила в четверг в закрытом чате провести будет эфир, где я проведу тест-диагностику, как вы решаете свои проблемы. И вы сами увидите, как вы их решаете. Это будет в квантовом поле поле в моем. И поэтому вы эти картинки и все-все увидите. Как вы решаете эти проблемы. Потом расскажу. Хочу взять аспект грудных желез. Расскажу, как сохранить грудные железы в здоровом состоянии, как их сохранила я. У меня прекрасная грудь второго размера, два с половиной. Мне очень нравится. Мои мужчины тоже. И я в 61 год вообще не стесняюсь ходить на свидание с молодым мужчиной. У меня все в теле прекрасно. Я дошла до таких результатов. Понимаете, я их сделала сама. Чтобы мне вообще все равно сколько лет моим мужчинам. Мне все равно, потому что я слежу за своим телом. И дам упражнения для упругости груди. Тем, кто хочет 1000 стоимость и в чате. Кому интересно, пожалуйста, оплачивайте 1000 рублей и в четверг в заказном чате я вам проведу для вас. Те девочки, кто уже оплатил участие в курсе женственность и энергии для вас это идет также в подарок. Мои дорогие, для вас это будет подарочком. Вот мои хорошие все, что я хотела сказать по этому поводу. у меня вообще много информации и конечно если я начинаю говорить, то это надолго и намного. Но разбазаривать энергию я не хочу. Я вам сказала то, что мои мысли, то, что я могу сделать для вас, показала вам путь. Кому необходимо, вставайте на этот путь и идите за мной. Вам ничего вообще не надо. Просто идти и повторять то, что делала я и что делают мои клиенты. Больше вообще не заморачиваться. Если есть сомнения, ищите другой способ. Если вы в сторону медицины, то это не со мной. Это точно не со мной, потому что я давно уже не там. И у нас разные пути. У нас разные пути. Просто я ничего против не имею в современной медицине. У меня просто другой путь, и этот путь для меня безопаснее. Да? Этот путь для меня проще, безопаснее и экономически выгоден. Все, что я имею, я использую сама. И те, которые приходят ко мне женщины на обучение, они это бессрочное пользование берут, всю жизнь пользуются. Вот и все. Еще и передают своим детям, внучкам. Поэтому это супер выгодны. Супер выгодно. Мои золотые. Ну все, девчонки. Конечно же, я зову вас на курс. Очень зову, потому что я его сейчас проведу, и дальше у меня будут другие мероприятия. Мне опять, наверное, год точно не будут проводить. Может и больше. Как меня попрел, в какую сторону. Так что ловите, ловите то, что сейчас идет. Ну и все. Обнимаю вас сердцем, будьте молоды, здоровы. Это самое главное. Женщина больная вообще. Никому не пожелаю быть больной женщине. Это самое ужасное. Ну все, заканчиваю эфир. Вы все умнички. Раз вы в моих чатах, значит вы уже готовы принять. И просто принимайте. Идите туда, куда я направляю. Направляю здоровьем молодость. Ну это же самый лучший, это самый верный путь для женщины. Все остальное это так. Это мишура. Дети вырастут. Мужья это вообще. Мужчина это чужой человек. Когда мне говорят, знаете, я с высоты своих лет уже вижу, у меня опытная женщина, когда мне говорят, что это прямое, это мы единое целое, там я всегда смотрю и предполагаю, что у этой женщины будет огромный ляп в жизни. Потому что она себя делит напополам. И когда женщина делит себя напополам, она напополам делит свою целостность. Она себя не ставит на первое место. И тогда у нее обязательно случаются ляпы. Как было имя. Почти все женщины с первого уровня сознания идут по этому пути. Почти все. Молодежь правда сейчас более грамотно приходит. И это радует. Ну ладно. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. Кто в моем регионе живет. У нас Мексили выпало опять. Погод крабит. но не только у нас. Слава Богу никак в Арабских Эмиратах. У нас все понежнее. Так что все хорошо. Всего доброго и светлого. Пока. Благодарю всех кто присутствует на эфире и тех кто будет смотреть записи. Вы большие умнички.